Поехали, ребята. Вторая партия, в первой Пете играл сначала удивительно хорошо, потом удивительно нехорошо. А с вами Никита Петров и Кирилл Широков, и Петя. В итоге впечатление было такое, что он играл всю партию удивительно нехорошо. Так бывает. Да, и Пирц, ребята, дебют, где Петя ориентируется, пожалуй, лучше всех в нашем клубе. Лучше всех в мире. Не, ну вот действительно, знания Пети в Пирце, они превосходят знания соединстатистического кандидата-мастера значительно. Я ничего не могу сказать по поводу этой позиции. Петя явность разбирается намного лучше. Но, по-моему, у него достаточно контур-игра. Не самый опасный для черных вариант. С другой стороны, конечно, как всегда, Пирце, вот этот вот пространственный перевес, его нельзя недооценивать. Пирц там на 5 где сейчас, как обычно? Не, ну к концу 3 надо пойти белым, по-моему, просто. А что мешает доразвиться, я не пойму. Шты, а шты мне чуть-чуть не нравится, в том плане, что вот нет ли черных здесь возможностей сразу наказать за это. Ой, Ладьяев, ты, что? Что он делал? Как они вообще играют в шахматы? Вот что такое? Что, например, делают сейчас на... Ну, на, ну... На конь d7, например. Конь d7? Ну, конь d7 это удивительно атакующий ход. И белый вынужден сдаться после него. Я удивительно, он напал на твою пешку d4, как ты будешь ее защищать? Я бы как-нибудь ее защитил. Ну, вот он двойной, да. Ну, вот эти други, он напал, он более банальным и, на мой взгляд, более слабым. Стоп, а... Ну, в качестве... в качестве компенсации за это он еще на b2 напал. Стоп, может быть, d5 пойти все-таки на этот вариант с жертвой Ладьи? Что? d5, мере, ферзь b2? Да. А, ну, не знаю, Ладьи, мне жалко. d5, ферзь b2. d5, ферзь b2, dc, ферзь a1, dcb. Ладья b8. Ладья b8 и слон a7. Да-да-да, слон a7. Ну, Ладья бьет b7. А, да, точно. Я думал, защищено будет на b7. Да, ну, получается, твэн, хотя там видно, если честно, что не срастается. Коньце 3 сыграл, Иван как-то хочет, видимо, не знаю, что он хочет, если честно. Вроде как лишняя пешка у черных, без компенсации. В общем, Петя, конечно, в дебюте показывает себя просто королем дебютной подготовки, что уж тут скажешь. И опять изолированный на e4. Да, в первой партии лишняя пешка после 15 ходов, а во второй партии лишняя пешка после 15 ходов. Тут, по-моему, даже выиграннее, чем в той. Что еще и черные поля все прихвачены. Конь h5, конь d5, правда. Беру свое слово назад. Беру своего коня, ставлю его на место. Ну да. Ребята, ну, вы дождетесь, вы дождетесь, я вам обещаю, вы дождетесь экшена. Слон же 5 хороший, вот. Белые находятся, какой-то здесь намек на контр-игру. Как-то слон c4, может быть, b3, слон c4 как-то поставить. Да, может пойти ладья f на d8, на слон f6, слон f6, на конь d5 отдать качество на d5, и после еден пойти слон h4. Слон сошибается с этой диагонали, у черных потом вскрытый удар появится, если ладья уйдет. Петя так и собирается, по-моему. Мы с Петей очень, мы с Петей очень, мы с Петей очень похоже играем. Ты не замечал никогда? Ну, только. Это не первый раз, когда я что-то рекомендую, а он исполняет через несколько секунд. Вы просто по телефону общаетесь, я уверен. Прямо сейчас? Да. Возможно. Передавай ему привет. Почему ты там в предыдущей парте он так бездарно реализовывал? Он перестал тебя слушаться, так и понял. То, что ты советуешь ему неправильные вещи, некорректные. Неправильные. Вот я ему советую, и он абсолютно выигран, он стоит. Вот потом перестает слушаться, и все, и за два года все портит. Так, Иван задумался. Конь d5 сразу. Так, конь d5 сразу, это хитро. Так, а что на конь d5 слон d8? Да, на конь d5 слон d8, на d8 все равно черных лучше, чтобы. Ну, да, конь d5, слушай, я зевнул конь d5. И бездарно это тоже. Так, а что делать-то? Все равно у черных... Ну, нет, ну, ничего плохого не произошло. Ладья d5 можно побить. Едай конь бьет d5. Черные поля очень мощные все равно. Тут особых проблем нет с этим. Надо жертвовать ферзя. Ну, или можно конь d5 побить, на слон d8. Ферзь d8, на ед ферзь бьет d5. Ну, конь на d4 доминирует, у черных две пешки за качество. Все равно перевес. Ну, вот так и делайте. Кем? Аладей побил. Аладей мне очень нравится, что Аладей побил. Ну, пункты в 7 слабоват. Хотя, ну, в динамике, может быть, все срастается. Теперь надо слона куда-то белым девать, а куда? Ну, может быть, слон, может быть, слон с 4? Почему нет? Слон с 4, да, это и b3 обязательно подкрепить. Не-не, потом слон с 4, там надо будет уже фигза кого-то убрать, мне кажется. Ну, конь на еду. Куда, а что? Мне кажется, ведь неправильно сыграл теперь белых опять контролюга. Вот прикапывается. Надо было ферзом бить на d8, и ферзь d5. Можно сказать, а, да, ферзь бьет. Ферзь d5 не прочувствовал момент, не самый простой момент был. Ферзь d4, ферзь d4, нужно поднимать белым. Ферзь d4, или ферзь d4, ферзь d1 хорошего, а то только хотел предложить он. А как защитные в 7? Ну, согласен. Тяжело. Ну, не, ну, не очень-то тяжело. Ферзь d7, ферзь d7, ладь d1. Ну, конь в 5 есть, ходочек в сессии. Зачем пассив уходить? Брон. Конь в 5, g4 не боимся? Нет. Конь g3, или конь е3. Конь g3. Да, зависает все-таки версия. Что? Е4? Е4. А в чем идея? Пытаюсь, понятно. Слоны в 7, видимо, ладь d7, додумано. Ладь d7, конь е2. Да, любопытно. Ну, интересно играет шахматист. Конечно, немножко больше ошибок, чем аркетно сбой. Но интересно играет. По крайней мере, много ходов мы не угадываем. Король h8, ой, король h1 может все-таки? Забел продолжить. Король h1, да, но конь в 5 после этого. Или ладью включить? Не, конечно, мне кажется, король h1 стоит пойти. На конь е5 просто... Так, ладь d7. Я вообще удивлен, если честно. А что... А что на конь е2, не пойму? Конь е2, король h1. Конь в 5 вот так вот. Перекрытие. Еще сильнее. Ай-яй-яй-яй-яй. Беда. Да, и что, это без фигуры получается черная? Ну, ферзь в 2, что ли, играет. Ну, тогда просто две фигуры и пешка за лью. А если... А, нет, почему здесь дело не фигуры? Я вам как ферзя спасаю сейчас. Печально. Не, ну, видимо, все. Конь в 5 сильный он оказался. С той же идеей, что конь е2, но еще и вот это взаимодействие фигуры нарушает белых. Мне кажется, финиш. Кроль h1, конь g3, король h2, конь f1, шах. Ладья бьет f1, король h8. Если король h2, то... Если король h2, то, видимо, ферзь c7. На король g1 слон d4. На король h1 опять конь g3. Да, по-моему, все. Ну, видимо, финиш. Ну, петь молодец, конечно, в этой партии. Молодец в один момент упустил, мне кажется, не тигры, но быстро. Быстро. Нашу полную снова исправился, исправился. Да. Да, и что делать, то сдаться, что мы все, по-моему. Ну, видимо, да, не знаю. Сейчас петь, а может уже выбирать. Можно просто на f7 побить, но я на месте пяти час. Не стал бы играть быстро. Солны е5. Посчитал бы варианты, пошел бы, наверное. Наверное, пошел бы ферзь c7. Почему не слон е5? Солны е5, g3 еще какой-то ход. Все там выиграно. Ферзь b2, ферзь b2 после. Выиграна, ну я понимаю, да. Я пошел бы ферзь c7. Я бы слон е5 пошел, не думаю вообще. Там же все проскакивает абсолютно. Ферзь c7 надежно. Ну или ферзь c6. Видишь, Петя так же, как я думает. Хотя мне ферзь c7 больше нравится. Потому что лишний бой на f7. И... Ну и бой на c4 еще. В общем... Ну тоже ферзь c6 должно хватать. Что делать-то? Конь g3. А, стоп. Конь g3. Король g1, да? Конь g3, король g1. Конь f1. Конь f1, ладья d7, 1.0. А, ладья d7. Да, точно, не туда. Я так и знал, что Петя надо было играть в ферзь c7 все-таки. И в этом случае он побил бы тут на f7 просто. У него было бы легко выиграть. Так ему придется королем бить на f7 под ферзь c4 вставать. Петя умеет себе найти проблему. Петя умеет себе найти проблему. Ну, у ладья f7 будет вспомнено. Не знаю, сейчас тут могут... Петь могут начаться тактические галлюцинации. Так же, как и у меня. Наверное, надо ладья f7 играть, но это дико обидно. Потому что только что выигрывал путем ферзь c7, как ты сказал. И путем ферзь c7 тоже легко выигрывал. А вместо этого придется вот идти на эту не такую ясную позицию. Ну, конь g3. Конь g3, я не знаю, что он сейчас задумал. Повторение. Не, ну, в смысле повторение. Как тут повторишь? Ну, бить нельзя так. Да, печаль. Ну, сон d4, хорошо. Ну, сон d4 на 9-2, да. Короче, 2. Ну, он намекает, что здесь тоже выигранно. Ну, хорошо, ладно. Докажи, да? Не, ну, выигранно, выигранно. То есть у него сейчас прежде всего за качество. И в крайнем случае качество назад отберет. Скорее всего, даже в что-то большее. Ферси Е1 мне не нравится. Не очень уверенно. А что делать было? Не очень уверенно. Реализует Петя, но хватает, наверное. Ферси Э5, правильно? Ну, да. Это позиция попроще, в том плане, что есть меньше тактики. Хотя, ну, тоже еще. Ходиться рел для чего-то не пошел бы. Вот это нужно ходить. Что платят с 1. Да, да, да. Лес, а не знаю, как бы я еще потихон. Водят Сатиновым. Исполнил. А, ну а что делать был? Нужна быть какая-то активность. Ну, все-таки, ну, надо будет тактику находить, что Петя, была возможность ошибиться. Иначе он доведел до победы без проблем от позиций. Белые, конечно, разыграли дебют Печально Да, ну, дебют и у обеих партий У Ивана Проблемы большие В первой партии я на подготовку попал А в второй партии полземную Ну, дело даже не в детске А в том, что аж 3 ход вообще мне не нравится Так, фержи 5, это куда? Ну, как-то, посмотрите, лишние проблемы Вряд ли сильнее шкод был Но его должно хватать Ну, держи, держи, пока Иван Иван боится до последнего Короля же 2, наверное Еще не исключено, что Петя придется Все-таки идти на позицию просто с лишней пешкой Который он вдруг, что зевнул Да, это, конечно Петя Шок Ну, ладьян надо 7 вещает еще А, нет, не вещает Никуда не вещает Почему Петя не хотел давать команде комментаторов 2 очка? Да я не знаю, что у него с реализацией Беда какая-то просто Так стоп, вот сейчас же на доске Ну Что? Ну, я бы не сказал, что Победа Да как? Все, победы нет никакой уже Равная позиция Ну, наверное, чуть лучше у черных Но сейчас Петя явно Петя проиграет, честно, у нас позиция Нет, это цитнот Петя в цитноте артист просто Да Петя деморализован явно Видишь, какие ходы делает А зачем это? Сейчас он пойдет в ФР6 и зевнет коня О, боже Ну, как так? Да, сдался сразу Я тоже сдался Потому что меня потушнили от своей игры Такой партии Да, Петя, ты Ну, спасибо Иван Бабиков как бы тут боролся до конца И сыскал все возможности Стоял абсолютно безнадежно Конечно, нам надо сдаться просто Нет, слушай, ну вот где-то здесь Вот, давай просто я по движку включу Вот, мне нужно Салон Е5, все, я прям в первую бил Салон Е5, минус семнадцать Минус двадцать Ну, а мне эффект С7, я думаю, тоже прилично Фект С7, минус пять Ну, большая разница, если честно, минус пять Или минус двадцать, нет Нет, есть Ну, хорошо Ужас, просто ужас Ну, и просто я здесь ФР2 предлагал Ну, это Да, ну всем спасибо за внимание Спасибо, да Было интересно До новых встреч Камбэк был шахматный В исполнении Ивана Бабикова